Продолжаем выпуск. Депутат Государственной Думы Владимир Васильев провел прием граждан. Среди вопросов благоустройства храма в Твери, организация помощи участникам специальной военной операции, ремонт 8 гимназии. Подробности в нашем репортаже. В приеме граждан помимо самого Владимира Васильева также приняли участие депутаты областного парламента Станислава Петрушенко и Тверской городской думы Дмитрий Нечаев. Первым на прием пришел священник, отец Александр. Он обратился к Владимирову Васильеву по вопросу благоустройства территории возле храма Иоанна Предтечи в Твери. Сейчас она фактически заброшена и захламлена. Храм красавец. Это все завалы, хотя это центр города. Поэтому у нас есть предложение вот эту часть построить здесь дома. Владимир Васильев отметил, что в первую очередь необходимо узнать статус этой территории. Только после этого рассмотреть возможность ее застройки и благоустройства. Вопрос будет детально изучен. Алексей Димаков и Сергей Склемин, предприниматели, производящие военную униформу, обратились к народному избраннику по вопросу реализации бронекостюмов. Предприятие по их выпуску находится в Торжке. В 2023 году на нем был разработан и создан боевой защитный костюм, рассчитанный на штурмовые подразделения. Сейчас на складе уже готово около 10 тысяч комплектов. Такая одежда может быть полезна ребятам, которые участвуют в специальной военной операции. Обратились сухопутные войска в управление сухопутных войск, в Министерство обороны. Они нас направили в Мосвоку. Мы прошли там апробацию. Апробация позитивная. Но в целом дальше ничего происходить не стало. Недавно мы создали два дополнительных костюма. Один костюм вертолетчика. Мы активно работаем с вертолетным центром в Торжке. Прошли апробацию. Там есть заключение вертолетного центра. Недавно вернулись с апробации с 46-го института межвидовых вооружений, с Министерства обороны. Тоже позитивные отзывы. Владимир Васильев сразу во время приема сделал звонок своему коллеге, генералу и депутату Госдумы Андрею Картополову. И попросил представить продукцию торжовского предприятия на Петербургском международном экономическом форуме. Тот обещал содействие. С вопросом ремонта 8-й гимназии обратилась к Владимиру Васильеву директор учебного заведения. В этом году гимназии исполняется 85 лет. В ней обучается 1012 учеников. Все учатся в первую смену. Дополнительным образованием охвачено 80% ребят. Мы инновационное образовательное учреждение с рассыпающейся 85-летней инфраструктурой. Фасад разрушается. Это 1938 год. Кирпич, подранки, штукатурка. И еще плюс ко всему мы архитектурный памятник. У нас там лепнина. Владимир Васильев поручил рассмотреть возможность участия гимназии в региональной программе капитального ремонта в ближайшей перспективе. После приема граждан в общественном штабе вместе с тверскими предпринимателями и благотворителями Владимир Васильев вручил очки слабовидящим тверичанам. После чего народный избранник принял участие в открытии мемориальной доски в 51-м детском саду Твери. Она посвящена воспитательнице, организовавшей детский сад в годы Великой Отечественной войны в Калинине, в руме Ворошиловой. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...